Есть такая профессия – родину защищать, охранять рубежи нашей страны, противостоять внешним угрозам. Это важная и ответственная миссия пограничников. Но даже сегодня, когда эти мужественные люди отмечают свой профессиональный праздник – граница под надежной защитой. Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничных войск, в нашем городе традиционно начинается на Центральной площади. Пограничники! Граница! 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 Среди сотен собравшихся те, кто только пополнил ряды защитников рубежей – старшие товарищи, кадровые офицеры, служащие и уважаемые ветераны. Зелёная фуражка у каждого ветерана хранится как святыня. Святыня о том, что он провёл свои молодые годы на границе. А граница – это, можно сказать, и романтика когда-то была для начала, а в принципе это очень тяжёлый, сложный труд, служба. Очень тяжёлая служба. Молодому пополнению я желаю только одного – быть патриотами своей страны. Был призыв и были варианты, но мне понравились пограничные войска, очень хотел сюда попасть. Как бы знакомые тут служили и тоже захотелось попасть сюда, а не в какие-то другие войска. Я хочу сегодня пожелать в этот праздник, чтобы всё и дальше в нашей стране было спокойно, хорошо и все беды проходили мимо. Мы для этого будем прилагать все усилия, всё, что сможем сделать, то сделаем. День пограничника – хороший повод, чтобы отметить лучших, присвоить очередные воинские звания и представить к наградам. В такой чести в этот раз удостоились более 50 человек. Этот праздник считают своим все, кто в разное время служил в погранвойсках, ведь бывших пограничников не бывает. И, конечно, сюда пришли члены их семей, поддержка и самый надёжный тыл. Горжусь, что мой муж – пограничник. Он хороший, грамотный офицер, замечательный супруг, семьянин. Служит в армии уже больше 25 лет. Мы с ним вместе 18 в этой профессии, в этой службе. Праздник всегда этот отмечаем, уважаем. Ну, вообще пограничник – это слово такое, как бы ответственное. Эту ответственность нужно нести по жизни. Гордо несут звание пограничника, достойно выполняя свой долг перед Родиной не только мужчины. В парадном строю особо выделяется женская коробка. Основная задача – это, конечно, подготовка личного состава к боевым действиям, к тренировкам, психологическая готовность к выполнению задач любой сложности и направленности. Всем действующим, всем в запасе, всем, кто сейчас непосредственно охраняет государственную границу – здоровья, благополучия, добра, профессионализма и всегда крепкого товарищеского плеча ряда. А вот и самое яркое событие дня. Стройными колоннами, с безупречной выправкой чекания шаг, в сопровождении военного оркестра, военнослужащие старейшей и крупнейшей в стране Брестской пограничной группы проходят торжественным маршем. Мужественные, крепкие, сильные духом брестские пограничники – гордость родного города. Под их неусыпным контролем более 340 километров сухопутной и водной границы с Польшей и Украиной. И пусть сегодня приходится нести службу в непростых условиях, но благодаря самоотверженности, профессионализму, новейшим технологиям и современному оборудованию удается достичь отличных результатов. С начала этого года пограничниками Брестской пограничной группы задержано 278 нарушителей законодательства о государственной границе. Кроме того, в трех случаях задержано в общей сложности более 80 килограммов наркотиков, которые пытались провести в Республику Беларусь. Кроме того, несмотря на то, что остается функционирующим только один пассажирский пункт пропуска на белорусско-польской границе, в Брест автодорожной не прекращаются попытки провоза незаконно товарно-материальных ценностей. И таких попыток зафиксировано уже более 30 с начала года. И задержано, изъято, передано органам таможни свыше товаров на сумму свыше 355 тысяч рублей. Достойно выполнять свой долг современным пограничникам помогает пример их предшественников – героев, которые первыми встретили врага у рубежей страны в 1941-м и стояли насмерть на их защите, доказав верность Родине. Сегодня их подвиг не забыт. Свидетельство этому – цветы к мемориалу «Стражам границ», благодарность в сердцах потомков и этот памятный митинг. Участниками мероприятия ежегодно становятся и представители областной власти. Вы стоите на страже нашей Родины. Всегда это патриотизм, всегда это верность, служение долгу и отчизне. Я хочу пожелать вашим семьям всем нам мирного неба, счастья, спокойствия и семейного благополучия. С праздником вас, дорогие военнослужащие! С поздравлением и напутственными словами к военнослужащим обратился также начальник Брестской краснознаменной пограничной группы Игорь Гутник. От имени командования и Совета ветеранов правительской службы сердечно поздравляю весь личный состав и членов ваших семей, ветеранов, с праздником Днем Пограничника. Наш специальный праздник является одним из ярких символов преемственности единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи пребрял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли. Пограничники – это звучит гордо, а не надежный щит против врага и залог нашего спокойствия. Ведь охранять Родину – самое высокое призвание, которое под силу лишь избранным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова